Власти отдалённого Синдзянуйгурского района КНР в пятницу приговорили к смертной казни девятерых уйгуров. Представители этого этнического мусульманского меньшинства признали виновными в террористической деятельности и сепаратизме. Несколько государственных телеканалов показали суды, которые прошли в столице региона городе Урумчи, в городе Кашгар, а также в ещё одном населённом пункте, название которого не указали. Всего обвинительные приговоры были вынесены в шести городах 81 человеку из Синдзяна, где исторически проживают уйгуры. Помимо девяти казней также было вынесено три смертных приговора с двухлетней отсрочкой, что обычно заканчивается пожизненным сроком. Суды прошли в рамках однолетней антитеррористической операции, которую развернули власти КНР. В ходе расследований уже были задержаны сотни подозреваемых. При этом уйгурское этническое меньшинство не согласно с приговорами. По их мнению, коммунистическая партия с момента захвата власти в Китае в середине прошлого столетия всячески подавляла их культуру и веру. Она также намеренно переселяет в регион представителей самой многочисленной в Китае этнической группы «Хань» и разжигает вражду между ними и мусульманами. Кроме того, уйгуры недовольны тем, что богатые природные ресурсы региона используются только для улучшения благосостояния хайнцев и центральных властей, в то время как им не достаётся ничего. Эксперты говорят, что Компартия КНР до сих пор не предприняла попыток уладить конфликт. При этом она своими заявлениями часто провоцирует общественное недовольство и толкает людей на радикальные поступки. За прошедший год в результате стычек между ханьцами и уйгурами, а также умышленных взрывов, поджогов и атак в Синдзяне погибло по меньшей мере 180 человек. КОНЕЦ